Привет, дамы и господа, мы на стриме сегодня и затестим. Сегодня у нас первый тест будет для видосика Сиары и Таора еще затестим. Так, пойдем, наверное, на этого месье. Итак, Сиара. Первый тест Таора. Тестим сегодня и Таора. Подойдем под него Берника. Мы сегодня делали интересный тест. Сейчас мы сделаем его еще раз после того, как выйдем с боя. Сиара. У него одет Виолент. Статы у него, ну, посредственные. Но почему-то дамажит он так же почти, как Лагмарон. Я не знаю почему. Хотя мультипликатор на втором скиле одинаковый. У них единственная разница. У одного шанс крита и вейки, при вейке получается, у второго скорость. Там больше атаки, здесь скорость. Это то же самое должно быть. Но почему он дамажит почти так же, я не представляю. Он не проточен по скиллам. Сиара проточена, она в Виоленте с иммунитетом. Если у кого есть доступ к альбому, я сегодня добавлю туда Таора. Добавлю туда Сиару. И еще я добавлю туда этого, где он там. Ельцина. Плюс три персонажа. Если у вас нет доступа к альбому, что вы ждете, пишите вконтакте. Сделаем. Ёпта. Да, Таорщина. Сюда мы возьмем Сиару. Есть у них иммунки, как вы думаете или нет? Я просто думаю, насколько здесь быстрая океана. Свифтовая она или не свифтовая она? Свифтовая она или Виолентовая? Вот это я не знаю. Короче, возьмем Сиару. Возьмем под нее, наверное, Бастет. И брать ли еще Шарика или не брать? Может еще одного бомбера взять? Бомбера брать, не брать? Давайте попробуем взять бомбера еще Ветреного. Может откатим ему скиллы, если что. Если вдруг они там не в иммунках, мы может успеем и застанем. Короче, попробуем. План простой. Надеюсь, мы быстрее его окажемся. Он окажется Виолентовый. Ну, знаете, лошары одевают Киану Виолент. Цвифтовая это нормальная океана. И лошаровская Виоленте. Ну, или нубская такая. А вот Цвифтовая это... Это красава. Посмотрим на Сиарку. Что же она у нас умеет делать? Запомни, без потерь. Да, у нас еще и ставки теперь делаются. Если что, вы можете прийти и сделать вот такие вот ставки. Вот. Сейчас идет ставка на то, сколько персонажей я потеряю за всю ГВшку. Ноль персонажей, одного, двух или трех и больше. И люди делают ставки бесплатной валютой. Называются они Арахисы. Кто давно не был на стриме, мы опять ввели эту валюту. И вы все можете получить кучу призов за это. И участвовать бесплатно абсолютно. Но для этого нужно на Твиче сидеть в чатике. Вы можете смотреть на Ютубе, а на Твиче просто отдельно включить чат. И вы будете и Арахисы получать, и ставки делать. А смотреть там, где вам удобно. Короче, поняли. С телефона планшета тоже учитывается. Так. Это мне типа нельзя потерять ни одного монстра? Да ладно, ребят. Да ладно. Итак. Со второго скилла шваркнуть ему Хамона? Или... Я вот думаю, кого ваншотнем? Попытаемся ваншотнуть. Он же не проточен по скиллам? Так. Не проточен. Эксперты. Перну ваншотнуть? Шарика попытаться? Или Хамона? Теряй двух, сделай мой день. Нет, нет, нет. У нас ничего не куплено, ребята. Подкупить нельзя стримера. Пока не предложишь нормальную цену. Так. Давайте, наверное, Хамона вынесем, да? Или Шарика. Шарик может забить всех. Давайте я Шарика убью. А остальные, ну, в теории, там, типа, замедление получат. Да? Думаю... Да нет, всех я не убью. Хотя, может, массовкой убью Перну, если она тонкая. Но вы же помните, он не проточенный. Он еще не доделан уруном. Ему еще в четвертый слот можно сделать 150 атаки. 15% атаки имеется ввиду, наролить. Ну, поехали. Закасать? Да. Продано. Сколько? Тридцатку. Видите, он получал. Ну, тут еще и купол был. Шилт, точнее. Ну, с фулл скиллом он ударит, наверное, 1035 с фулл скиллом. Плюс проточенная еще руна. Это еще 150 атаки. Ну, 36-38. Но он в Виоленте. И сейчас он мне в теории может прокнуть Виолент. И он в дестройе. И? Блин, не прокнул Виолент. Смотрите, что-то вообще не скрашилось ХП, да? Еле-еле-еле. А что так мало скрашилось ХП? Кто-то ответит. Что так мало? Вот сюда лагмарона я бы не взял. А того же, смотрите, зашел как дети в школу. Так, и давай сюда расколу. Потому что этого мы ваншотнем. Так, на тебе. 79. Вот. Это достойно. Закасарь и арахис у меня. А не оставь себе. Арахис, оставь себе. Это твоя валюта. Прокнул Виолент. Вот видите, сейчас был бы уже второй скилл, но нет. Может, проточим его скиллы. Посмотрим. Будет. Да ладно. Посмотрите, открытые просто. Ни одной иммунки. Такое бывает на ГВ, да? Фу. А то обычно одни доты кидают. Так, ну. Прок Виолента его видели? Ебать. Ебать. Нормально. Сиара. Сиара, да ладно. Ты даже не зафейлила в первом бою на YouTube. Сиара, ты чё? Куда возьмём Тавора? Куда возьмём? Ну смотрите, если в первую пачку я возьму Тавора, он не ваншотнет никого, потому что надо ваншотать Триану. А Триану он не убьёт. Выгоднее Лагмарона взять. Скорее всего, в первую пачку мы возьмём Сиару. Да? Скотина на сход его. Так. Во вторую пачку, наверное, возьмём, да? Хотя он может быть в иммунитете, слушайте. Я могу, конечно, зафейлиться жёстко. Ну ладно, сегодня его день. Зафейлиться так зафейлиться. Скормим. Изи. Сюда мы возьмём, наверное... Нестандартно. Сюда бы, конечно, взял бы. Сейчас Арнольда и всё такое. Хотя... А чё не взять бы ещё Арнольда, верно? Типа, кто нам помешает? На Арнольда переагрится. Сиара вытанкует Перну, я думаю, на изичах. Мне так кажется. Да, попробуем. Одумайся. Давайте попробуем. Нет. Я подумал. Я подумал, и всё-таки мы пойдём так. Всё-таки пойдём так. Да, и, кстати, я там не... Я говорил на Твиче, на Ютуб-запись. Скажу, что скоро нам кухню, когда доделают, я сниму второе видео. Хата Аракиса, версия 2.0. И будет ещё 3.0, когда уже полностью всё будет готово. И заодно хотел с вами посоветоваться. Вот чатики напишите, как лучше сделать на видосик. Как лучше. Когда я буду снимать видео, обходить, обойду дом весь, покажу, как он теперь выглядит снаружи. И полностью в каждую комнату зайду. Внутри там покажу, расскажу, как было и что было. И в конце можно сделать что-то типа слайд-шоу, да? Где можно будет показывать до и после. Ну, типа пополам разрезать до и после. Кухня, допустим, до. Кухня после. Там ванная до, после, спальня. По-моему, так будет красиво, да? Зайдёт так и под какую-то музычку. Слайд-шоу небольшое сделать. Каждую комнату там читать, дважды сфоткать. Или с видео вырезать. О, нормально будет, да? Вполне. Кухня кривая? Да нет, не может она быть кривая. Там же всё сип-панелей. Стены идеально ровные. И, ну чё, попробуем. Помолчу немножко сейчас, чтобы не орать, блядь. Давай минус три. Не-не-не, подожди, не надо минус три. Так, сюда. Да ладно, Сиара. Чё себе? Ты смогла, Сиара. Если мы дадим ульту, сработает пассивка. Давай лучше сюда, Кусь. Ага. Кусь, так нормально. Да, ещё убей меня давай сейчас кого-то тут. И вообще будет идеально. Раскол. Блин, у неё первый скил не доточен. Так хочется неё диалонов засадить. Засандалить. Так, давай сюда крест. Отлично. Ой-ой-ой, сейчас у меня может отъехать мой парник. Нет. Так, давай сюда. Отлично. Сюда. Ускоряемся. Ещё ускоряемся. Так, Перна сдохла. Ну и конечно, Перна должна... Так, мы должны заточить эту катку всё-таки. Давай дебафы. Она сейчас может склинтить себе всё это дело. Нам надо активировать бомбу. Давай сюда. Взрываем. Минус два. Вот про это я сегодня говорил. Я точно так же, когда Люшеню на арене, это дико бесит. Почему, когда она умирает, её пассивка ещё какого-то хрена кого-то спасает? Ты же умираешь, тварь. Как ты можешь кого-то спасти? Это нелогично, если сравнивать с другими пассивками. Кроме Сильфиды Огненной. Там именно фишка такая, что когда она умирает, она там кого-то отхиливает, плюс снимает все дебафы. А здесь какого хрена? Круктуазы, пожалуйста, давайте вы это пофиксите, не? Это ненормально, блин. Нифига ненормально. Мне такое не нравится, оно у меня тоже есть. Ладно бы это был какой-то первачий, я бы там агрился, потому что завидую, блин. У меня тоже есть это говно, и оно мне не нравится из-за вот этого. Это неправильно, особенно на арене. И я уверен, её даже реже будут ставить в пик на арену в раштайм. Тупо из-за того, что ей уберут вот эту вот фичу. Баг, фичу. Называйте как хотите. Дико раздражает. Не, в любом случае, неважно, неважно, она ещё успевает засейвить. Если два моба должно умереть одновременно, она ещё кого-то сейвит. Ты каждый день получаешь бонусы за друга Фадар. По акции, когда ты заходишь по вот этой новой, там есть такая штука, как выбрать друга, ну типа лучшего друга. Выбери того, кто активно играет, там твой, не знаю, сагильдеец, твой друг с реала. И ты его можешь так и оставить. Если он отбивает каждый день, выполняет задание, ты за него будешь тоже получать задание. А он, допустим, может выбрать тебя или кого угодно. Допустим, я выбрал... Кого там я выбрал? Рассела. Рассел выбрал меня, и всё. Как бы и у нас, понимаешь, да? Взаимка пошла. Идеально. Да, просто. Пара совпала. Когда, знаешь, вот... На стриме познакомились, и это всё, это любовь. Сакуханье. А сюда закинуть нет? Так, чё делаем? Свитки будут? Пожалуйста. Мы, наверное, попытаемся её убить, да? С третьего скилла мы её убьём или нет? Я думаю, убьём, да? Давайте попробуем. Драпление. Давай. Фух, я думал... Мы не довели до... Давай, до щита. Только не за агре. Спасибо. Всех. Ну, пират, прости. Ты ж понимаешь, да? Это ж Теомарс. Опа. Опа. Отлично, добили. И тут прок виолента, и мы спасаем пирата. Посмотрите, как всё хорошо. Хотя ещё Бернат бы походил, я уверен. Но сам факт. Да? Смотрите, виолент всё-таки. Ну, у меня просто лагмарон. В рейдже. А этот пускай будет в виоленте для разнообразия. В чём бы и нет. А вот Сиару мы ещё потестим. Сиару. В первую пачку или во вторую. Мы можем, знаете, как это обыграть? Сиару у меня получается быстрее или не быстрее? Да, она получается, по-моему, чуть-чуть быстрее. Да даже пофиг. Это может закинуть раскол. И мы можем очень быстро вынести перну. То ли получается, что когда войдут в мету на гидру пачки со школьником, то можно будет полностью отказаться от всего нынешнего пака на гидру. Сейчас мы добьём это и поговорим на эту тему во флоту гидры. Так. И мы сюда ещё поставим, давайте... Здесь нам нужен иммун какой-то. Может тоже? У меня есть зеркалка. Только на авто не буду ставить. Да. Он пускай дерётся на авто, я не буду драться на авто. Но будет зеркалка. Так. Зеркалка. Всё. Изички. И здесь у меня... Кстати, из... А чём они? В чём они? Взрослые, что ли? Ёпта. Две зеркалки. Так. Это на Эперна, да? Типа кто тут у нас круче? На авто? Где больше напрокает? На авто? Или не на авто? Мобили. Так. Блядь, две зеркалки. Давно такого не было, да? Чтоб совпало. Что у меня все... Смотрите, все мобы есть. Может поменяем? Устроим хаос. Чтоб они не знали, кого бить. Не-не-не, пускай прям зеркально бьют. Отлично, поехали. Толя, отдумайся. Подождите, стойте. Всё нормально. Не смей сливать. Да ладно, сольёмся разочек. Чего начинаете? Разочек не считается. На полшишечки. Так, заагри. Чтоб она не... Оу, да. Стан. Спасибо. Стой, 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 стой. О, курьва. О, я пьё... Сюда. Ой, чё она такая тонкая? По броне я имею ввиду. Не по хп. По хп нормально как бы тут. Без бузы. Без бузы. Ой, сейчас меня всех загорит, да? Нет, смотрите. Моя тоже устойчивость работает. Оказывается. Стан. Убей. Так. Так. Дать ей не победимку? Да, давайте дадим. У неё сейчас всё равно будет второй скилл наверняка. Ага, он решился на ударе первым. Тупая перна. Так, переагри. Так, отлично. Добиваем уже. Не надо было даже агрить. Это я затупил. О, спадки. Нет, не будем тратить третий скилл. Поставим его. Как контроль. Стан. Скачет, блин, капец. Эээ. Паладинша, остановись. Раскольчик. Отлично. Ещё и заставим. Стой ты. Стой ты, блин. Больно же, да? Классно анимация в конце, да? Вот эти вот закругления. Мне нравится. Так, но костюм мне её не особо этот нравится. А тут предыдущая, где она там прям, прям секси-шмакси. А здесь эта шляпка. Шляпка не мешает ей. Плохо видно её сисечки. Оу. Оу май. Чё ж делать? Давайте переоплотимся. Попробуем ему поняшу вырубить тогда. Раз он моего ретеша, я тогда его поняшу попробую. А попробую немножко. Ощутить её. Так, мы хоть и дадём раскол. Классный раскол. А мне сейчас... Какая умная поняша! Ну давай хотя бы на размен. Отлично. И спасибо за прок. Перевоплощаемся. Нам нужен прок виолента, чтобы мы спасли или попытались спасти. Стан. Хм. Понятно. Так. Что делать с ангелмоном? Две звезды лучше всего. Переводишь их на три звезды, а потом кому-то скармливаешь. Когда будешь переводить кого-то на четыре звезды. Итак. Перевоплощаемся. Мы точно ещё походим. Так. Да! Уже одного моба потерял, ребят. Простите. Я не хотел. Полно я хотел. Так, сюда. Отлично. Всё. Не кинет нам хотя бы обливент стан. Отличный стан. Ага. Давай тогда его вынесем. Раз он открылся. Угу. А мы в тебя верили. Плюс кто-то написал минус арахисы, кто-то плюс. Видите? Ну кто-то проплатил, тот и на коне. Только Диану не потеряй. Сейчас посмотрим. Так. Мне платили за минус два? Секунду я посмотрю. Такса минус два. Ребят, кто ставил на минус два? Теряем случайно поняшу? Ну чисто. Ну бывает, знаете. Так. Вот сейчас не давать купол, а перевоплотиться, да? Ладно, даем купол. Да твой... А, это уже не я виноват. Тут не я, честно. Это все она. Лошадь. Э? И как теперь оправдываться? Виолент проплаченный. Блин. И в любом случае куплено. Ты уже даже не отмажешься. Проплаченный Виолент. Ясно? Понятно, Аракис. Жизнь говно, минус два. Все, больше ставки не делаю. Так. И у нас кто? Кто у нас получает флюхи? Ой, это жестко было. Так. Да, заходите на стрим и делайте ставки. Выигрывайте вместе с Аракис. Бет. Делайте ставки. Если у вас проблемы с доступом Аракис казино, просто напишите плюсик мне вконтакте, я вам кину ссылку на свой стрим. Или на весь прайс. Все, что я там делаю. Итак, пик победителя. Чисто случайно, да, ребят. Ну там, вы поняли. ГЦ. Так, теперь по поводу гидры поговорим. Смотрите, та пачка, которая будет в дальнейшем. Я вам сейчас соберу пачку нормальную и пачка курильщика на данный момент, потому что в будущем она... Вот, смотрите, все то, что я сейчас буду рассказывать, эта инфа будет настолько же актуальна, как и инфа, которая была, когда только ввели шакрамок и бумеранж. Согласитесь, что шакрамки и бумеранжи очень сильно поменяли все в игре. Особенно ПВЕшный фарм. Они полностью вытеснили весь остальный мусор, всяких лечей из 10-го гиганта, дракона и некроманта. Даже на 10-м гиганте. Не все фармят, конечно. Я, допустим, шакрамок не уважаю на 10-м гиганте, но кто-то через них фармит и им нравится. Без проблем фармите. Дело ваше. Это стандартная пачка, которой многие ходят на гидру, правильно? У кого-то Брэнди вместо Гумункула, у кого-то вместо Варвара Хва, но в основном КФГ, там какой-то Дорион и прочее есть у многих. Это стандартная пачка. А теперь мы собираем ту пачку, которая будет уже вот у всех буквально через месяц. И если вы ходите вот таким на гидру, то вы типа не в мете. Это то же самое, что я фармлю некроманта за 45-50 секунд с помощью шакрамок, а вы до сих пор фармите через какую-то там ковбойшу светлую, через двух лечей. Может, у вас там Рэнди стоит. Короче, вы как будто в 2015-м застряли и фармите этим говном. Вот, пачка, которую будут фармить уже буквально все и скоро. И еще спойлер. Школьника огня апнут. А теперь собираем пачку, которая у нас будет. Если что, посмотрите мое предыдущее видео. Оно называется «Фарм гидры за 30 секунд». Там более подробно будет все. Я просто сейчас показываю пачку и вкратце говорю по статам. Там, если что, полностью подробности и ответы на все вопросы. Ладно, повторим и здесь. Повторим и мать учения. Так, кто нам здесь еще нужен? Так, нам нужен здесь школьник. Катарина. Повторимся еще раз, раз такая пьянка. Школьник. Так, Катарина нам нужна. А где она? В самом начале. И кто еще здесь нужен нам? Петушок ветреный. Петушок, 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 петушок. Где он? Петушочек. Петушечки. Вы где? Отлично. Вот петушочек. Петушочек. Катарина нам нужна. И какая-то лидерка. О лидерке сейчас чуточку позже. Смотрите. Вот ваша стандартная пачка, которую вы будете фармить. Теперь вам нужно обыграть какую-то лидерку. Вариантов несколько. Первый вариант. Это ваша лиса огня. Где она? Лиса огня. Лиса. Лиса. Я ее переодевал. Наверное, она здесь где-то. Лиса огня. Вот. И она вам дает лидерку для вашего школьника. Вариант второй. Кто-то взял другой. Ваш сопартиец, агильдеец, там друг, знакомый, брат, сестра, любовница. Взяли не эту лису, а, к примеру, взяли ветреную. Тогда вы можете взять там вот ту вот огненную лису. Сейчас ветреную найду. Ветреная же дает лидерку для вашей вальки. Очень хорошую. Ну и петушок тоже там какой-то урон несет свой. Но это мелочи. Главное, чтобы валька внесла урон. То, что петух зачастую третий раз и не успевает походить. Зачастую. Еще есть вариант. У вас будет лидерка на огонь, лидерка на ветер. Да, оно все стакается на гидре. И вам нужна общая лидерка. Что значит общая лидерка? Это вот лидерка, допустим, от Ельцина. Вариантов несколько. Первый вариант, самый бюджетный. Это, допустим, Ельцин. Если вам не впадло его переодеть специально для этого, вы его, скорее всего, оденете в два комплекта боевого духа плюс иммунитет. Почему иммунитет? Чтоб он не сломал поочередность хода, ведь на него гидра может закинуть замедление. И он еще и мог с каким-то шансом закинуть раскол со второго скилла. Либо просто внести свой урон перед школьником. Как-то так. Ну и вообще внести свой лидер. Самое главное, что он дает лидерку. Вместо школьника сюда может зайти макака водяная. Очень хороший вариант. Потому что она из Литя-Текбар может со второго скилла и себя засейвит с третьего скилла. Ну, короче, полезный монстр. Так, еще какой вариант. Посейдон. Может, у вас есть второй, третий Посейдон. Там какой-то пятый, десятый, третий монстр. Он тоже дает лидерку на 33% атаки. Еще есть вариант. Это если у вас есть Исида. Но она здесь минимально полезная. Это, как ее там, королева. Пустыни света. Максимально полезной здесь все-таки будет Ельцин, либо Посейдон, либо все-таки макака. Есть лидерки попроще. Всякие Карлы, там 25% атаки и другие мобы. Но это уже не так круто. Все-таки 30% хочется выжать максимум. Верно? Поэтому вы ставите сюда. Теперь, кто ходит первый и обязательно? Хлоя. Хлоя ходит первая. У моей Хлои 174 скорости. Тем самым она обгоняет Петуха, у которого 183. Из-за своей базы. Ходит первая Хлоя. Если она тупит, она может получить второй шанс. Потому что Петух, всегда я не видел ни разу, чтобы он фейлил. Он заюзает третий скилл на того персонажа, у которого меньше всего Атакбара. А так как Хлоя только что походила, естественно, и логично у него меньше всего будет Атакбара. Поэтому Петух зальет ее, и у нее будет второй шанс вас бафнуть. Наконец-то. После этого ваш школьник, так как он будет, скорее всего, у вас в иммунитете. Это обязательно. Он получит уже три книжки из-за бафа школьника и, допустим, Хлоя. В сумме получится пять книжек. После того, как походила Хлоя, кто у вас должен походить? У вас, скорее всего, походит Гидра. Потому что своему пирату вы сделаете обязательно максимум 66 скорости. Не больше, в плюсе. Если у вас 10-й тотем. Если вы сделаете больше, ваш Галеон походит, а потом походит Гидра. Иногда будет такое, что Гидра походит перед даже вашей Хлоей. Скорость у Гидры там чуть бы не миллион. Она на рандоме делает первый ход. Она может походить у вашего Сагитрейца первого. У вас может походить первое. Либо у кого-то там. Или вы просто ее обгоните. Но это как дополнительная первая ее атака. Вот такая рандомная. Такая некая ее фишка, некий ее скилл. А после этого она начинает набирать заново Атакбар. Если вы сделаете Галеону 67 скорости, ваш Галеон может затупить и походить с первого скилла. Закинуть раскол. После этого Гидра вас ударит. И раскол спадет. Да, будет такой шанс, что даже у вас в пати будет 3 Галеона. И ни один из них не закинет раскол. Ну блин. Те, кто пользуется Галеоном, вы же знаете, кто это такой. Галеону можете одеть там что-то типа ХП, крит дамага, точность. По что угодно. И 66 скорости собрать допами. Максимум. Можете собрать даже 64, 63. Это не важно. Имеется ввиду, что максимум 66. Но и не 40, не 30. Потому что это уже будет неправильно. Входит ваш Галеон. После этого походит ваш либо Ельцин, либо Макака Воды, либо походит ваша Лиса Огненная, либо Лиса Ветреная. Почему так полезнее? Потому что они уже ударят в раскол. Следовательно больше дамаги, верно? Как-то логичнее будет. И пятым, пятым персонажем у всех в вашей пати должен ходить школьник. Школьник по этому количеству дебафов в раскол. И наверняка, если ваша Лиса Огненная закинет метку, он ударит где-то 150 и больше тысяч. Ну если у вас руны хорошие. Если слабее, то там 120. Больше сотки уж точно вмажет. Каждый школьник ударит на 100 тысяч и больше. Вы снесете 2 трети Гидри. Два раза она как бы должна была подняться. Она уже перейдет сразу на третью фазу. И там останется буквально пятка ХП. Только она приземляется. А приземляться она будет один раз, так как вы сразу две фазы пробили. Точно такая же фишка работает на боссах в лабиринте. Вы видели, да? Там такие зазубинки есть. Где его ХП, когда он там делает какую-то атаку. Такая же фигня и на Гидре. Каждый 33%. Следовательно, Валька у вас просто после этого добьет. Да. Школьники ваши могут затупить. Могут не выдать хорошего урона. Поэтому Валик тоже нужно одеть жестко. Валькам пофиг, будет висеть на Гидре раскол или нет. Главное, чтобы на них висел баф атаки. От Галеона желательно. Ну и метка. И они у вас ударят от 50 до там 70 тысяч. В зависимости от того, насколько жестко вы их оденете. Поэтому, еще раз. Все мобы у вас одеты должны быть в иммунитете. Кроме, мне кажется, лидера не обязательно. Ну не кинете в эту метку. Ну не кинете вы раскол от Ельца. Ну наверное, как и нет там пират. И, ну желательно, одеть всех в иммунитет. Это будет лучший расклад. Уж точно вас никто за это не засрет. Всех в иммунитет. Дальше. Как сделаю именно я? Петух у меня в свифте плюс в боевом духе. И вот его придется скорее всего переодеть через иммунитет. Вот это я не подумал. Хлоя у меня будет в свифте плюс в иммунитете. Либо если я буду обоих переодевать, то придется одеть два комплекта боевого духа плюс иммунитет. И петуха тогда нужно будет второго заполучить. А у меня всего лишь один. Дальше. Галеон у меня будет комплект боевого духа, комплект шелда и комплект иммунитета. Валька и школьник. Комплект рейджа и комплект иммунитета. Ну и этот пиздюк у меня будет вместо него Лиса Ветреная. У нее два комплекта боевого духа. Либо Лиса Огненная. У Огненной будет иммунитет и два комплекта боевого духа. Следовательно у меня на пати получается сколько? Если без учета этих персонажей. Раз боевой дух. Два-три боевого духа. Ну и возможно еще там на этих. Три-четыре комплекта боевого духа. Это не так много. Но все-таки когда пачка с хорошими рунами, это компенсируется. Так что это просто увеличит ваш урон. Хотя бы несколько комплектов боевого духа. Желательно и петуха одеть в комплекты боевого духа. Плюс иммунитет. И Хлои. Вы можете Хлои сделать там к примеру 120 скорости. Вообще на изи. А петушку сделать там не знаю 115. Чтобы он походил после нее. Учитывайте что у Хлои база больше. Так что можете это грамотно разыграть. Так что вот такая вот информация. И в скором времени вы такую пачку будете видеть постоянно на гидре. Как шакрамак на некроманте и на десятом драке. Так вы вот эту пачку, скажем так ее бюджетную будете видеть на гидре. Потому что действительно можно назвать бюджетом. Я понимаю. Я сам хочу получить второго петуха. Чтоб не переодевать первого. Вторую Хлою. Хотя нет. Зачем мне вторая Хлоя. Я этой не пользуюсь. Валька. Подходит в любом случае школьникам. Никто в основном не пользуется кроме как игрушки. А вот пират вам понадобится скорее всего второй. Но согласитесь. Если ваш пират основной 120-140 скорости. То вы не захотите пирата специально переодевать. И делать ему 65-66 скорости. Чтоб тупо ходить только на гидру. Поэтому второй пират. И без фулл скилла пират вам здесь не нужен. Поэтому обязательно фулл скилл это пирату. И все. У всех остальных даже если не фулл скилл. Они будут свою работу делать неплохо. А вот пират может фейлить вам всю катку. Потому что не закинет раскол с третьего скилла. Либо с первого. Потому что там шанс повышается на скиллах. Валька. Ну до гексити. Доточите диалмонами. Или как вам удобно. Здесь тоже можно до гексить. Доточить Хлои. Она один раз должна завязать свой третий скилл. И все. Больше она его не завязает. Петух. То же самое. Один раз завязал скилл. Больше он не нужен. То же самое как и вот этот ваш юнит. Вот меня я выбила. Поэтому вот такая вот информация. Кому видео зашло. Кому понравилось. Не забудьте поставить лайк. Отблагодарить в комменте. Написать спасибо. Там плюсик поставить. Комментарий тоже продвигает видео. Кому что нужно. Обращайтесь ко мне вконтакте. Вот так выглядит моя страница. Поставьте мне плюсик вконтакте. И заодно я вам скину весь список того. Что я делаю по игре. Плюс я отвечаю на вопросы вконтакте. Там же есть альбом. Все остальное. Также у меня голосование на стене. Если вам не сложно проголосуйте на стене. Я хочу собрать тысячу голосов. И провести статистику. Но пока у нас выигрывает. Смотрите. Ветер. Вот. Твой последний первач. И люди голосуют. У меня был ветер. Сиара. Вот. Кто-то за воду. Кто-то за огонь. Пока статистика гласит о том. Что ветер самая популярная. Типа первородка. У тех кто проголосовал. Но это еще мало голосов. Нам бы голосов 10 тысяч собрать. Тогда можно смотреть. И то если это люди не от фонаря голосуют. А именно так как у них есть. Да. Ну опять же это совпадение. Это рандом. Я понимаю. Но мне просто стало интересно. Поэтому если вам не сложно. Вот. Поставьте лайк. Не обязательно. А просто проголосуйте. Ну и заодно видосик. Можете посмотреть. Как я призвал Сиару. 638 просмотров. Офигеть. Видимо видосик зашел. Всем удачного фарма. До встречи на стримах. Заходите. Если давно не были. И побольше вам первачей. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok